Всем привет! Поговорим сегодня про CCA NRA, модель, после анонса которой все немного ощутили себя мамой Кайла и сказали себе так, что, 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 что? И вот действительно, как ты не ожидаешь от компании уровня CCA и KZ использования электростатических излучателей, и ты, тем более, не ожидаешь получить электростатический драйвер за 22 доллара. Ссылку на магазин Lensoul, кстати, оставлю в описании. Понятно, что формально этот драйвер называть электростатическим нельзя, наверное, даже с натяжкой, потому что для электростатического драйвера нужен специальный усилитель, там, энерджайзер, нужно подавать напряжение для того, чтобы электризовать статор. В общем, это явно не электростаты, но, с другой стороны, это действительно новый для внутриканалов тип излучателя относительно, и послушать его за 22 доллара это лучше, чем послушать его там за 150. Так что спасибо Робин Гудам из Китая, которые отбирают излучатели у богатых и предлагают их тем, у кого не так много денег. Понятно, что не стоит тут ждать каких-то там высот в плане того, что можно получить с электростатическими излучателями. Ну, они тоже не совсем электростатические, но вот эти вот излучатели от Сониона, которые ставят в дорогие модели, но, тем не менее, NRA получились очень интересными, ну и, в принципе, давайте о них поговорим подробнее. Анекдот дня сегодня такой. Высокая температура после прививки означает, что чипы для нее делала компания AMD. Упаковка традиционно для CCA, вот этот белый коробочек, 25 Ом импеданса, 103 дБ чувствительности, в общем, нормальные показатели, у меня без микрофона, к счастью. Ну, понятно, что не то, чтобы особо это на что-то влияло, но есть какой-то внутренний перфекционизм, который радуется, что без микрофона вариант. Распаковывается очень легко. Внутри все тоже очень традиционно для CCA и KZ, и многих других. Я думаю, что это уже скоро внесут в палату меры весов, как эталон упаковки для бюджетных наушников. Две пары сменных насадок дополнительные, сами наушники, ну и, понятно, что комплектный провод. В целом, аксессуары бедненькие, но для 22 долларов это нормальный комплект поставки. Вот когда KZ его используют в моделях долларов по 80 или дороже сотки, это уже, конечно, не ок. А в данном случае там 22, 24, 25 баксов, это все еще неплохо. Понятно, что можно и лучше, но тут придираться тяжело за эти деньги. Уберу со стола лишнее. Не так близко. В целом, дизайн уже тоже знакомый, много раз это видели. Видимо, китайцы думают о тех, кто живет в средней полосе и севернее. Внутренняя сторона сделана из пластика. Жалко, что звуковод не металлический, но он отходит под правильным углом и достаточно длинный, так что садятся в уши они хорошо и обеспечивают достаточно приличный уровень пассивной шумоизоляции. Есть выступ, чтобы насадки удерживать, есть защитная сеточка, все это есть. Ну и понятно, что когда на улице сильно холодно, то пластиковый внутренний корпус будет большим плюсом. Фейс плейты сделаны из металла, для этой модельки тоже нашли какой-то свой дизайн. Интересно, как быстро у них закончится фантазия. И можно поразглядывать тут внутренности. Обещан какой-то тройной динамический излучатель. Вот он. Не знаю, что там с ним особенного, но вот так это все выглядит. Собрано достаточно хорошо у CCA, KZ и всех остальных, кто пользуется услугами этого завода. В последнее время, в принципе, вот этот стабилизировался дизайн и получается все на очень хорошем уровне. Оно на хорошем уровне и для дорогих моделей, ну а для вот таких вот бюджеток, как этот, я бы сказал, что вообще прекрасно. Чутка обновился комплектный провод. Может быть, он обновился давно, но я это еще такое не встречал или наглухо не помню, что встречал. Коннекторы по-прежнему с утопленными пинами. QDC-шные. Но фиксируется хорошо, держится тоже нормально. Заушина, которая держит хорошо провод без эффекта памяти. И вот такой вот кабель в силиконовой изоляции. Достаточно мягкий. Немного есть микрофоновый эффект, но его хорошо гасят заушины. Также чутка твердеет на холоде, но не критично. Идет до разветвителя. Вот такой вот, даже не стали делать ползунок под подбородком, потому что провод мягкий, микрофонный эффект выражен слабо. А после разветвителя он вот так вот идет уже параллельно. То есть, хороший проводочек. В целом мне нравится. Молодцы, что проапгрейдились. И угловой штекер. Так что по экстерьерной части тут все хорошо. Ну, за исключением того, что мне лично, субъективно не очень нравятся и не очень подходят вот эти насадки. Они их сделали из мягкого силикона. Они комфортны, но мне лучше подходит чуть-чуть более твердый вариант. Ну, про это уже сейчас в следующем разделе. Ну и, конечно же, поговорим о звуке. Я их прогревал 48 часов. Изменений это никаких не дало. Но отсутствие результата это тоже результат. Так что вдруг вы их купите, не тратьте время на прогрев. А лучше потратьте время на эксперименты с насадками. Потому что мне, допустим, вот эти вот белые стоковые силиконки не очень подходят. Но у меня большой ящик насадок, так что я себе подобрал что-то. Я даже не знаю, что это было, но что-то из того, что там нашлось, в общем-то, я думаю, что у многих такой ящичек с насадками есть. Хотя не исключено, конечно, что и с комплектными резиночками у вас получится хороший результат. Уши все-таки у всех разные, поэтому тут каких-то общих советов быть не может. Хотя вот по описанию звука на том же Headfire у меня есть сильное подозрение, что некоторые обзорщики их нормально не доусадили. Потому что их описание очень совпадает с тем, что я услышал, когда у меня была плохая посадка этой модельки. В общем, постараюсь быть короче и вообще буду стараться делать обзоры покороче. Хотя не факт, что получится. Давайте сначала с самого главного вопроса. Получите вы тот вот звук, те верхние частоты электростатических излучателей от Sony. Они тоже не совсем электростатические, но получится ли тут вот эти вот VCE модели за сотни долларов или даже за тысячи долларов? Нет, не получится. Не получите. Получите ли вы новый интересный опыт с этой моделью? Да, получите, потому что реально тут излучатель интересный. Хотя и не с теми результатами, которые ожидаешь. Ну и плюс CCA в очередной раз выступили в качестве более сдержанного брата KZ, предложив сбалансированный, на мой слух, тюнинг без излишних акцентов. Но давайте обо всем по порядку. Низкие частоты подчеркнуты, но основной акцент делается на области среднего баса. Глубокие низкие частоты присутствуют. Вообще динамик тут действительно неплохой. Он уходит на хорошую глубину, но доминирует тут мид бас. Глубокие NCE, скажем, есть, но не в таких количествах. Акцент очень правильный, на мой слух. Его ни много, ни мало. То есть моделька не басхедная. На Headfire ее называли, там некоторым не хватало баса, но на мой слух тут его столько, сколько мне нравится. При этом весьма приличное разрешение. Не максимальное, но очень хорошее. И в целом это дает очень сбалансированные низкие частоты, которые хорошо подходят и для каких-то акустических инструментов, и для электронной музыки. Ну вот, собственно, про это и пример. Это Trans-Siberian от Juno Reactor. Понятно, что тут можно было бы немножко больше подчеркнуть глубокие низкие частоты, но все равно звучит достаточно плотно, упруго и собрано. Но надо делать, естественно, поправку на ценовой диапазон. Средние частоты, они как бы с нормальным разрешением, но не арматура, поэтому тут нет фокуса на микроконтрасте, нет попытки уйти куда-то там в супер разделение инструментов, какие-то вытянуть мелкие нюансы. Слегка подчеркнуты макродинамика и эмоции, но тоже немного, так что в принципе наушники где-то по средним частотам достаточно сбалансированные, не пытаются уйти в какую-то из сторон. Не звучат резко, но и при этом не требуют там супер какого-то мега качественно прописанного аудиофильского материала. С плохо прописанными вещами справляются нормально. Но опять же, скажем, за счет вот этой вот некоторого несфокусированности на микроконтрасте. Но, к счастью, если вам нужен фокус на мелких нюансах, там есть куча моделек с арматурами. Но про это в сравнении. В целом, достаточно сбалансированная подача, со сценой больше средней в глубину и ширину и очень неплохим сделанным разделением инструментов. И пример тут Space Oddity от Дэвида Боуи, гитара, вокал, ну и в общем-то практически все, что в этом треке есть, или скажем, то, что обращает на себя больше всего внимания. Понятно, для полноценного раскрытия потенциала этого трека нужно что-то куда более крутое, но для 22 долларов играет сбалансированно и очень эмоционально. И вот верхние частоты, естественно, это та область, где ожидаешь чего-то необычного и оно случается. За исключением одного нюанса, верхние частоты тут очень натурально, ну как, не очень натурально, ну скажем, звучат натуральнее, чем конкуренты по ценовому сегменту. Они верхние частоты, в смысле, детальны, но при этом не резки. Они подаются достаточно мягко, но мягко не в смысле со сглаженностью, а просто ненавязчиво и без излишней резкости. Потому что у арматурок, особенно у недорогих, есть вот эта вот нехватка некоторая веса, которая обусловлена ускоренными атаками и затуханиями. Тут же атаки и затухания более близки к естественным и за счет этого верхние частоты звучат чуть натуральнее. Понятно, что не стоит ожидать тут какой-то там слоистости, мега протяженности. Протяженность тут, кстати, где-то средняя, но при этом действительно немного более сбалансированы верхние частоты, которые ложатся лучше в общую канву. Единственный недочет, который точно слышно на слух, тут есть акцент в области 8 кГц, если вы к этой области чувствительны, то понятно, что вам нужно их послушать перед тем, как брать. Но если у вас нет вот этого вот гиперчувствительности к этому печку, то в целом это интересный вариант. И в качестве примера Led Zeppelin рок-н-ролл, ну тут перкуссия, гитары, много чего уходит в область верхних частот. Ну и опять же эти наушники это отыгрывают весьма живо и приятно. Опять же есть куда более крутые наушники, которые с этим справятся естественнее, но тут мы говорим про 22 доллара и для своей цены все хорошо. По источникам вообще они могут играть и со смартфонами, и с какими-то плеерами начального и среднего уровня, но для полноценного раскрытия в случае смартфона им желателен какой-то цапик. Ну в принципе это наушники, в которые можно инвестировать, получая улучшенный результат. На HeadFi их там и модифицируют, и подбирают им какие-то насадки, проводочки. Но если вы вдруг решите их брать и улучшить их звук, ну в целом как минимум цапик им точно пойдет на пользу. Ну если говорить о сравнениях, то скажем несколько моделей, которые стоит упомянуть. В первую очередь это KZ ZS-N Pro X. Они более агрессивные на верхних частотах, они больше подчеркнуты. За счет этого, конечно, они кажутся такими чуть более эффектно яркими и прозрачными. Но скажем, они менее натуральные, более агрессивные на верхних частотах. Так что если вы вообще не сильно любите поднятые, то эта модель может стать для вас хорошим вариантом. Другая модель от KZ это DQ6. И в целом по подаче они очень похожи по тюнингу на эти наушники. Но вот у DQ6 чуть больше фокуса на глубоких низких частотах, тут больше фокуса на среднем басе или басу. Но при этом эти наушники немного лучше прорабатывают нижнюю половину диапазона, хотя и верхнюю тоже на самом деле. На середине они почти одинаковые. По VT тут получается немного лучше, чем у DQ6. И вообще, на мой слух, эта моделька может выступать апгрейдом DQ6, делая все чуть-чуть лучше. Но понятно, что тут не стоит ждать какой-то мега разницы или прорыва в уровнях. Опять же, на HeadFi я встречал противоположное мнение. Кому-то DQ6 нравится больше, чем эта модель, но мне NRA нравится. Ну и там, не знаю, что у нас еще есть, KBR, KS2. Они тоже фокусируют верхние частоты, звучат более агрессивно и у них больше акцент на низких частотах, но при этом немного хуже разрешения. В общем, подводя итоги, в принципе, CCA проэкспериментировали удачно с новым типом излучателей. Получилось хорошо, не идеально, не стоит ждать каких-то прорывов или какого-то мега-откровения, хотя некоторым эти наушники очень нравятся, я в их числе. Но в целом, с учетом ценника, мне кажется, что это эксперимент, который можно над самим собой провести, чтобы послушать что-то новое и интересное. Спасибо за внимание.